Сегодня двадцать седьмое сентября шестнадцатого года, вторник, крестовоздвижение, на десятый праздник считается, мы отдыхаем, потеряемся. Я попросил с Володей проехать по местам, где прошло мое детство, как мы тут пасли с отцом, как бы попрощаться. Я весной хотел, когда такие бочежинки появляются, первые большие озерца здесь проталены и снег с весны, но никак не получается, никак. Выехать в это время очень неудобно, тает очень быстро. Вот она была здесь деревья, я мог бы узнать в последнее время, сколько здесь было домов. Вот узнать просто. Где-то же это есть, а кроме того, есть еще люди, которые помнят это. Не перед самым разрушением, а маленько раньше. Моя юность, 1945 год, вот так вот. В 45-м я пошел в школу, в шести лет. Вот отец был пастух, его всегда нанимали, он очень хороший, от Бога дар. Он любил скотину, чужая скотина пасет. Вот это называли щленские коровы, которые собирают по домам и пасут. Щленские овцы, у навес пас. И колхозные, это отдельная, вот эта ферма была как раз, где мы стоим, где лагерь. Рядом тут фундаменты остались. И вот как мы пасли, он без руки, руки иглевые не было у него, а я под паском был. И вот эти места проехать, еще спрашивают, 78-й год. То есть, уходит все. Показать, мы жили не так, как сейчас живут, даже я помню. Почему? Старинный уклад в семьях был. Вот как мы жили в деревне, практически никто не жил. Вот делает всем уколы, а мы не даемся. Буквально бегали за нами, не даемся, и мать не поддерживала их. Все пионеры. Одна наша семья не были пионеры. Вот дядя Степанова у него еще там, я не знаю, там, уж про комсомолы говорить не надо. Боялись греха. Вот если с картинками книга была церковная, называлась «В лицах», «Лицевая книга». И там кто ругается, за язык продернутый, крюк вон висит, злословище мать отца, там его змеи жалят, он над огнем висит. Вот такое вот, чтобы понятнее было. И вот это как-то в ребенка все вкладывалось. Как мы ходили здесь, ловили сусликов много. Сусликов было. Это как напасть какая была. Даже колхоз выделял бочка с водой на быке. Едет и выливает. Выливает он оттуда, из норки-то выскакивает, но тут его и ловят. Шкурки сдавать, шарчевые. Там за год сырье было. Первый сорт 6 копеек. Чтобы понять, сколько тогда кирпич хлеба был большой. Такой вот. 16 копеек. С чем еще сравнить, я не знаю. 16 копеек. От Барнаула до Потеряевки 2 рубля 30 копеек. А сейчас почти 300 рублей. Ну вот и сравнивай как. Да да сравнивать не с чем-то. Ну на что там килограммы эти я уже не помню. Сколько чего было. Сколько-то полотили за ребятишек. маленько там. За вещь. То есть к чему приноровиться, сравнить с сегодняшним. Это надо знать. Вот я хлеб это хорошо помню. И вот где мы здесь пасли и одновременно ловили сусликов. Чуть-чуть коровы остановились. Суслик. Палочку поставишь. Заметишь. Капкан. Капкан обязательно приторочет к земле. Иначе он утащит. Суслики осенние бывали. Такие одинаковые все. У меня так и сохранилось. Если молодые люди одинаковые. Как осенние суслики. У меня сравнение такое. А бывает до того жирный. Один он где-то роет. И вот так вертикально выходит. Вертикально. Там земли нет. Земля в другом месте у него. Он туда его выносит. А здесь он выходит. Так ему положено где-то. И вот он бежит. Когда ты где-то близко-то. И в норку-то нырнет. А зад у него по инерции. И он с той стороны зад его опрокидывает. А такой жирный бывает. Ударится. Такая пыль пойдет где-то. И видимо у него что-то там внутренности. Или что-то не успевает за ним-то. И дальше он повесит. Тащить-то не может. Его прям берешь за зад и вытаскиваешь. Он не может проскочить туда. У нас был здесь на краю жил Масалов. Иван Ильич. У Толстого есть смерть Ивана Ильича. Написано. Он хромал сильно на одну ногу. Вот мы ловили сусликов. Он ко мне на дом приходил. Брал сусликов и жир. Я топил его. Большие чугуны мать дала. Специально поганые назывались. А мать уважала сусликов наших. И говорила это полицкая кошечка. Она ничего плохого не ест. Не то что крыса подряд есть. Она неприятная. А он такими еще крапинками. Вот. Серенькие. Крапинками. Рыжеватые. Я их ловил один день. Помню. Один день. 70 штук поймал за день. За день. Это надо обнирать было. Просушить. И отвезти. Это уже деньги. Надо еще купить велосипед. Велосипед в Корчино учились туда ездить и оттуда. Вот. Что я тут как помню. По этим местам хотелось проехать. Вот. Сейчас поедем где гречишь. Или какое поле тут. Что там росло. Все вспомнить. Рассказать. Вот мы начинаем движение с Володей. Поехали. Тут мы пригоняли. Первое. Потом там второе. Сделаем. Сделаем. Субтитры делал DimaTorzok